Так, давайте вернемся к Ла-Мриму. Так, на какой депрессивной теме мы сейчас находимся? Я пришел и медитировал здесь за полчаса до занятия, и я думаю, ты, наверное, пытаешься узнать правильные ответы до начала занятия. Так, на каком месте мы находимся сейчас? Все плохие вещи вы можете проследить, и они приведут вас к моим личным плохим привычкам. Мы все так поступаем. Если, конечно, вы не являетесь ангелом под прикрытием, нет таких людей, которые не совершают плохих дел. И здесь он очень становится поэтичным. И если вы знали бы тибетский, то вы увидели бы, что он здесь читает... стих идет таким, как будто он читает рэп. Он становится таким горячим. В тех времен, в тех времен, в тех начало, вы вели себя к страданиям. Вот здесь у нас картинка. Я не знаю почему. На самом деле, я искал. Тибетцы верят, что совы, они демоны. Не знаю, может быть. Лично мне совы нравятся, но тибетцы так вот считали, а не сов. Когда сова появлялась, это был плохой знак. Заботиться о себе в первую очередь — это прям сова. Это плохой знак, который портит каждый ваш день. Ран Чензинг за 100 долларов. 100 долларов. Мой банкир поговорит с моим казначеем. Я подожду последнего дня. Не надо ждать последнего дня, потому что деньги могут закончиться. Тогда давай пораньше уедем. Я нашел пояснение про совы. Нет, там нет большой разницы. Это просто пояснение, что в древние времена тибетцы думали, что совы — это демоны. Где же находится эта забота о себе, о вашем сердце? Если у вас был GPS, который определяет заботу о себе, если бы вы сказали «вы поехали», он бы вам показал «мы уже прибыли, уже прибыли». И здесь говорится «поэтому, когда вы делаете ретрит и когда вы готовите свои тормы». Зачем их выносить наружу? Это здорово. Торма — специальное пиро, которое мы выставляем, чтобы прекратить всяких духов беспокоить вас, чтобы они вас не беспокоили. И вам нужно взять все внутрь, потому что все демоны находятся внутри вас. Размещать свои тормы где-то в другом месте — это ошибка. Вот есть прекрасная фотография тормы из Википедии. Это торма высшего класса. Она как бы выше наших способностей. И такую торму приготовить занимает три дня. И секрет здесь — вам нужен лед рядом, и вам нужно работать с маслом, держа ее над этим льдом. Ваши пальцы замерзают, и неприятное чувство будет. Чен зин на тенген чью гонг нан да. Он говорит, если вы хотите поговорить о плохих признаках, это как заботиться о себе — это абсолютный негативный признак. И синеголовые птицы — это один тоже признак плохого знака, и они очень редкие. И когда вы видите… И тибетцы думали, когда они видят синеголовых птичек, они говорят, это точно демоны. Но я лично, мне нравятся птички с синей головой. И здесь говорится поэтому. Кличка для Ло Джонга — это практика для развития доброго сердца. Ло Джонга. И другое название. Я хочу поговорить о демонах и злых духах. Кто-то спросил, вы верите в злых духов во время сессии вопросов и ответов? За всю свою жизнь я встретил три, когда я точно знал, что это злые духи. Йоги встречают злые духи. Мне люди говорят, что на этом месте находятся злые духи от тех злодейских вещей, которые здесь совершались. Я их не встречал, но я верю, что это правда. Самое худшее, которое я встречал в своей жизни. Самый страшный злой дух. У меня был особый друг. Я продал машину за тысячу долларов. Я купил алмаз и я спрятал ее секретно. В алтаре это было мое личное скрытое подношение к Будде. И учитель мой нашел этот алмаз и он сказал, отличная работа. Он сразу все понял. Я такой, вау, как вы находите алмаз на этом большом. Там был огромный алтарь, но он все равно смог найти этот маленький алмаз. И он начал заботиться о нем и передал его Триджангаринпаче. Я встретил своего друга на автобусной остановке. Это когда вы стоите на остановке и ждете автобус под снегом. Я это делал 19 лет и вам холодно. И он там стоял. И я сказал про эту странную историю, что ты продал свою машину. И я сказал, да. И ты продал спортивную долу за сотни долларов. И ты купил алмаз и сделал подношение в монастыре. И он сказал, это странно. И в тот момент… У вас есть эта картинка? Он сомневался во мне. И я подумал. И на секунду я увидел его лицо, как лицо демона. Этот обычный мой друг. И в его лице я на секундочку увидел демона, который хотел, чтобы я усомнился в своем действии. Поэтому я верю в демона. Я думаю, они как ручка. Они, скорее всего, происходят из вас. Они происходят из глубоких семян в вашем сознании. Но в тот момент я подумал. Я встретил демона, который хотел, чтобы я усомнился в своем подношении для своего учителя. И это настоящий демон. Поэтому я верю в демона. Я встречал нескольких. Скорее всего, их было намного больше, но я признал их. Я думаю, что Netflix – это демон. Но в любом случае, я верю, что они существуют. И самое ужасное из них – это заботиться о себе. Поэтому они… Это не метафора. Они действительно существуют. Есть такая практика, называется ЧО. Может, вы о ней слышали? Как вы еще ЧО называете? Ритуал убийства? Они в некоторых частях Тибета не правильно его произносят, но настоящее значение этого ритуала – это убить кого-то или что-то. И это очень популярная идея, и это очень опасная и ведущая напрямую в ад. Но настоящие практики, они как маги, они использовали свою силу, чтобы забрать территорию духов у них. Как ни тар ца чунг ван ла. И потом, один день… Практики чу… Два спонсора, они этой практики начали спорить за другом. Это очень странная тантра, не самая лучшая, неправильная. Но он не хотел, чтобы его спонсоры спорили. И он сказал, давайте, садитесь, успокойтесь. И он ударил их ножом. Когда он сказал, это была забота, и этого практика убили его спонсора, и причина этому была в прошлом забота о себе. И мой учитель об этом рассказал. Кто об этом говорит? Его учитель был Дакпо Ламарин Паче, который написал одну из ваших трех драгоценностей. Даже в трагедии, когда кто-то умер случайно, согласно верования Будды, это всегда ведет к плохим семенам, которые вы посеяли. И, например, заботясь о себе, например, автокатастрофе, или кто-то ранен. И во время спора, который услышал, который стоял, простой наблюдатель со стороны, причина всему этому – это забота о себе. Кажется, как случайность, но всегда есть причина. Если вы видите машину, в которой столкнулись, вы можете подумать, кто-то использовал, у кого-то взошло семя заботы о себе. И таким образом вы можете видеть аварии новым образом. И потом он цитирует Мастера Шантиндеву. Он разговаривает со своим умом. Никея, значит, «О, мой ум, ты тратил бесконечное количество ионов». Ионы – это миллиарды лет. Миллиарды – это не даже мало, но давайте все равно называть миллиарды. Это кальпы. Он говорит, «О, мой ум, ты уже миллиарды лет заботился только о себе, и теперь у нас проблемы. Ты разве не устал от этого? Ты разве до сих пор не понял? Ты потратил всю свою жизнь, каждый час, пытаясь заботиться о себе, стараясь получить то, что ты хочешь. И до сих пор ты не понял, что это приводит ко всем проблемам своей жизни. Сколько тебе еще времени нужно, чтобы понять, что не нужно заботиться только о себе? Это как-то жалко даже на тебя смотреть, что ты через заботу о себе режешь себя снова и снова. Шантиндева говорит кому? Своему собственному сердцу. Он говорит, «Когда ты поймешь?» Он говорит своему сердцу. Это очень интересный разговор. Я это называю. Это истощающая работа служения себе. Когда я увидел эту картинку, я подумал, это вот так вот ощущается, когда вы тратите весь день, пытаясь получить что-то себе, игнорируете других людей, и в конце у вас ничего не получаете, и в конце дня вы истощены. И там нет никакой радости, потому что забота о себе в целую очередь, там нет никакой радости. И вы истощены, и у вас нет никакой радости. Если бы вы помогали другим, вы были уставшими, истощены, помощая другим, и это приносило бы радость. Если бы вы помогаете украинцам, действительно, вы этим помогали. И я сказал норм. Одна вещь норм. Я хочу, чтобы эти деньги попадали тебе в руку, и через час они уже уходили. Я не хочу, чтобы у тебя это занимало две недели решить. Эти люди в отчаянии, им нужно помогать. Старайтесь в течение часа эти деньги уже передавать. Да, это истощает помогать другим, но в конце вы себя чувствуете так прекрасно. И тогда вы понимаете, зачем ваша нужна, смысл этой жизни, что-то важное происходит. Поэтому не позволяйте дигант задерживаться на ваших руках, прилипать к вашим пальцам. Сразу передавайте. Тысячу долларов за эту фразу. Тысячу долларов за эту фразу. Тысячу долларов за эту фразу. Не переведите, даже плохо за тысячу долларов. Дэйдди! Громче скажите. Гибсон, новый Вордсмит. Хорошо, я даю его. По 500 каждому. Я повторю. 500 долларов Сейджи и 500 долларов Гибсона. Я думаю, Ворд, наверное, спит. И что там говорится? Забота о себе. Первое дело. Это не то же самое, что у вас есть собственная природа. Это вера, что у вас есть собственная природа. Это значит забота в первую очередь о себе. Это разные вещи. Есть Ян здесь. Но, это значит, в традиции Ло Джон говорится, это одно и то же. На самом деле, это практически одно и то же. И мы об этом еще поговорим. Когда мы говорим, ручка, она не со своей собственной, что значит пустота? Что значит пустота? Это значит, ручка, не ручка. Ручка не есть ручка. Что же это значит? Не надо странно себя чувствовать. Не надо развивать свою машину, потому что она пустая. Это все, что она значит. Нет ручки вот здесь, которые не происходят из вас. Вот и все. Двойное отрицание. Нет такой ручки в моей голове, которая не происходит из меня. Я происходит из вас. Если вам не нравится, что я вам обучаю, это происходит из вас. А остальное происходит из меня. Шучу. Да. Даг, атман. Собственная природа. Ручка, она не со своей стороны. Ручка не является ручкой, которая происходит со своей собственной стороны. А что же это значит? Ручка зависимо происходит. А это что значит? Ручка происходит из вас. Ручка происходит из ваших семян. Вот что значит зависимое происходение. Мне не нравится это слово. Я 30 лет пытался найти другое слово. Итак, зависимое происходение значит, что ручка происходит из ваших семян. А что значит пустота? Нет другой ручки в моей голове. Нет такой ручки, которая пришла из фабрики, куплена в магазине или была доставлена. Нет такой вещи. Ручка происходит только из... от того, что вы делились ручкой в прошлом. Единственное, откуда она может происходить? Она не может происходить из нефти, из фабрики в Японии. Или не была куплена кем-то в офисе. Она произошла только потому, что вы были щедрит со своей ручкой в прошлом. Это единственное, откуда может происходить ручка. А теперь давайте пойдем глубже. А что происходит, когда в ручке заканчивается чернила? Семя для чернила закончилось. Тогда у вас есть семена для бесполезной вещи. А как вы получили эти семена, бесполезной вещи, мы можем об этом потом поговорить. Если у вас не закончились бы, тогда чернила никогда не закончилась бы. Этот факт, что чернила заканчивается, это значит, оно происходит от ваших семян. Ваши семена закончились. Когда я использую эту ручку на бумаге, чтобы написать новый книг, как, например, Катри. Это предыдущая книга, как ее работает. Кто написал супер у алмазного гранчика? Вы написали. Поздравляю вас. Ручка ли наносила эти слова на бумагу? Нет, ваши семена наносили эти слова на бумагу. Когда вы читаете этот ламбриум. Кто написал этот ламбриум? Вы это сделали. Поздравляю. Если вы это сейчас слышите, если вы это сейчас видите, то это вы сделали. Итак, давайте, предположим, у меня есть желание не делиться моей ручкой. Мне только одна ручка. Мне она как бы нужна сегодня. Кому-то нам понадобится, но я не хочу делиться ею с кем-то. И это дак чинзин. Это не держаться за себя, а это забота о себе в первую очередь. Они связаны? Да, они связаны. Почему? Если это поняла, понял, что это произошло из семян, я бы никогда взял бы в себе. Я не оставил бы это себе. Это те же действия? Нет, это разные. Неправильное понимание ручки и желание хотеть получить это первым. Это не одна и та же вещь. Но они точно связаны. Эти две плохие мысли, они связаны. Вы не можете быть эгоистичным, если вы понимаете пустоту. Невозможно. Повторю. Вы не можете заботиться о себе в первую очередь, если у вас хоть какое-то понимание пустоты и признак. Многие люди говорят, я не понимаю пустоту. Они жадные. Когда это доказывает, что они не понимают пустоту, чем больше кто-то понимает пустоту, чем больше вы понимаете, что ничто не происходит из семян, вы становитесь более щедры. У меня есть особое отношение с пончиками. Я могу сказать пончик на шести языках быстрее, чем это скажет Дэнил. Чура, пончик, донат, патиссье. Потому что я их люблю. А что значит? Я должен давать их другим. Я должен доставлять их другим. У меня нет другого выбора. Если остался всего лишь один пончик в центре Джексон Капы, который я еще не получил, если там остался всего лишь один, что я должен сделать, если я думаю только о себе? я должен дать это другому. Это есть буддизм по своей сути. Есть глубокая связь между непониманием пустоты и эгоизмом. Это не одна и та же вещь, но они подпитывают друг друга. Вы не можете быть эгоистичными, если вы понимаете пустоту. Это невозможно. И какой же знак, признак есть, что кто-то понимает пустоту. Они больше делятся. Я много лет, мне было сложно, не знаю, как мне переводить Дана Парамита. Люди говорили щедрость, но мне это не очень нравилось, потому что это так же относится давать дарму, оказывать эмоциональную поддержку. мне не нравится совершенство щедрости. Я поэтому много лет назвал это совершенство даянию. И в последнее время, я думаю, это совершенство, когда вы делитесь. Я думаю, оно ближе к этому санскритскому основному Дана, когда вы делитесь чем-то. Совершенство, когда вы делитесь чем-то. делиться с другими это не значит, что вы должны остаться без этих вещей. Первый учитель, японский ученый буддизма из Принстона говорил в своем тезисе, защитном тезисе, защитной диссертации вы должны защитить этот тезис. У меня есть один вопрос. Я в его офисе, я прям помню это. У меня всего лишь один вопрос к тебе. Ты поклялся помогать всем живым существам? Ты один из всех существ? Да. Ты поклялся помогать всем живым существам? Но ты также являешься одним же из этих существ. Тогда ты же можешь оставить себе пончик? Я такой да. Он такой да, тогда ты прошел, все, иди. И за этот ответ я получил пятерку. Самую высшую оценку. Классный ответ. Ты и так являешься одним из всех существ. Поэтому ты должен быть добрый к себе. Вот еще одна картинка. Даже Дэниел не поймет ее. и но не находимся очень близки к мексиканской границе. Если вам становится скучно в Алмазной горе, я знаю, здесь очень сложно. Здесь всегда есть комната, которую нужно почистить. Спасибо большое, что вы чистите мою комнату. Если у вас будет время, вы можете съездить в Дуглас, она очень похожа на мой город, Римра. Уезжайте на станцию на границе. Особенно если вы мужчина, и вы поймете, идите на границу, поставьте одну ногу на Мексику, а другую ногу в Мексику, а другую в Америку. и попробуйте увидеть эту линию границы. А и там нету этой линии, пограничной линии. Земля на одной стороне, она такая же, как земля на другой стороне. Есть определенные разницы, такие как международные границы. Они на самом деле не совсем настоящие. Если вы пойдете на границу, вы можете поехать в Даглас, и там есть такое место, называется грязная вода, и пообедайте там, заработайте диарею, возвращайтесь. И что вы обнаружите? Несмотря на все эти законы и так далее, нет большой разницы между землей на той и этой разницей. Почему я выбрал эту картинку? 100 долларов иногда. Ставка на 0 долларов получает ответ на 100 долларов. Поэтому добавляй. Надеюсь, ты действительно следишь. потому что мы не предлагаем проценты сверх. Я отвечу. Ответ ранится между тем, что вы заботитесь сначала о себе и неправильным пониманием. Ранится между этими двумя. Практически вы не можете их различить. в какой-то момент они объединяются как эта невидимая граница между Мексикой и США. То, что она невидимая, не значит, что она не настоящая. Люди на одной стороне умирают от переедания, а люди с другой стороны умирают от недоедания. И это реально граница, которая создана кармой. и это случилось из-за разного правительства, которые также происходят из нас. Но вы можете сказать, эти два состояния ума являются источником всех проблем. Забота в первую очередь о себе и неправильное понимание, откуда на самом деле происходят вещи. одно состояние ума говорит, «Я», «Я», «Я» не понимает, что это «Я» происходит из служения другим. А второе, «Я», «Я» говорит, «Я», «Я» должен получить в первую очередь, «Я», «Я», «Я» хочу, чтобы я получил мой завтрак в первую очередь. Я не против, что ты получил свой завтрак, но я должен получить его первое. в первую очередь, все несчастья, которые происходят в нашей жизни, происходят из-за этого отношения, которое установлено в самую глубину нашего сердца, миллионы лет тому назад, глубоко-глубоко в глубине нашей сущности есть желание сначала заботиться о себе. Его очень-очень сложно преодолеть. Вы можете сидеть, обучать этому, но все еще обладать этим желанием. Вы можете учить этому, потому что оно у вас есть. Это ужасная-ужасная, очень сложная, запутанная вещь. Сказав это, так, еще одна картинка, что же такое? Вот это забота о себе, мы об этом уже поговорили. И следующая теперь картинка. 100 долларов. Так, в шутку. Может кто-то докажет? Это шутка здесь зашифрована. Кто может догадаться, за 100 долларов? Слишком сложные разные семена. Вы никогда не догадаетесь, давайте я вам скажу. Это называется поваренная кухня. это такая фраза в Америке, в Америке, которая значит обманывать своего бухгалтера, мухлевать с книгами, бухгалтерским книгами. идиома американская. И вопрос возникает в Америке такой, очень важный вопрос. Плохо ли заботиться о себе? Неправильно, это неправильно заботиться о себе? Нет, вы один из всех существ. кстати, Принстон, недавно ко мне пришло письмо. Теперь вы можете заказывать свои собственные тезисы, которые вы написали, которым уже 100 лет, за 100 долларов. я думал, интересно иметь копию этого тезиса, чтобы помнить те последние 10 минут, с которыми я пройвел со своим учителем. Он невероятный учитель. Это неправильно хотеть заботиться о себе? Нет, это мнение неправильное. Где же та самая граница? Как вы знаете, когда ваша забота о себе вышла из-под контроля? Ну-ка, возвращайся с этой картинки. Когда вы начинаете мухлевать с этими книгами, с этими бухгалтерами, с книгами, тогда значит, вы слишком много заботитесь о себе. Когда вы наносите вред кому-то, делаете что-то иморально, иморальное, нелегальное, тогда это признак того, что вы перешли границу. Если вы начинаете приносить вред другому, заботясь о себе, тогда появляется эта забота о себе. Кстати, невозможно перейти эту границу, если вы понимаете пустоту. Хорошо, невозможно пересечь эту границу, это линию, если вы понимаете пустоту. Невозможно сделать что-то нелегальное, аморальное, навредить кому-то, если вы понимаете пустоту. Поэтому вы не хотите мухлевать с границами книгами. Вам разрешать зарабатывать деньги? Да, еще как. Более того, чем больше вы понимаете эти законы и вселенные, тем больше денег будет приходить к вам. Вчера у меня был спор. Эли, скажи, о чем мы спорили? Кто-то хотел отправить мне пять тысяч долларов просто так. Я такой, нет, отдайте проекту по строительству, который, вот проекту, где мы строим что-то для монахов. У нас был спор. Он такой, я хочу строить вам. Я такой, нет. мы спорили, я, он отправил эти пять тысяч долларов, а этим утром пять тысяч, я снова получил. Он такой, ну, я решил, все равно вам отправить пять тысяч. Это нормальный компромисс? Я такой, ну, хорошо, я согласен на такой компромисс. и он отправил пять тысяч для строительства дома для маленьких монахов. Еще пять тысяч отправил мне, но я больше не спорил. Ладно, я приму твои пять тысяч. Я смогу ли я получить замечательную комнату в Фениксе?